Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем выпуске поговорим с вами о компосте. Компостирование растительных остатков является важной заботой каждого садовода и огородника в осенний период. Почему в осенний? Потому что именно в это время у нас появляется очень много материала для закладки компоста. Многие наши зрители спрашивают, а можно ли закладывать в компост листья и листья деревьев, в том числе дикорастущих, например, клёна, дуба или каких-то других. Кроме того, они уточняют, можно ли закладывать листья с признаками заболеваний, а возможно даже и с какими-то вредителями. Об этом мы сегодня и поговорим. Дело в том, что листья являются ценнейшим продуктом для компостирования. Они содержат значительное количество калия, большое количество питательных веществ в виде целлюлозы и каких-то остатков сахаров. Эти питательные вещества прекрасно разлагаются почвенной микрофлорой, являются для неё питанием. Такой листовой опад становится основой для создания так называемой листовой земли. Будучи смешанной с различными растительными остатками, она представляет из себя ценнейший компост. Многие виды деревьев, таких как, например, дуб чересчатый, подвержены заболеваниям, например, мучнистой росой. И многие опасаются использовать такой лист как для компоста, так и для мульчирования. В первую очередь я хочу сказать, что мучнистая роса это не какой-то один патоген. Это большое количество различных грибов, иногда даже не родственников, которые достаточно узкоспецифичны и поражают только отдельные виды растений. Среди растений, которые мы выращиваем в саду и в огороде, нету таких, которые были бы подвержены мучнистой росе, которая поселяется на дубе чересчатом. То же самое можно сказать, например, о черной пятнистости клена, о таких, как трехпятикопеечные монеты, черных пятнах на кленах. Нету в саду и в огороде растений, которые бы поражались этими болезнями. Поэтому, если вы не планируете вносить свой компост под саженцы вот таких вот деревьев, которые чувствительны, в этом случае нет никакой опасности по использованию листьев, ландшафтных или декоративных деревьев для приготовления компоста, даже в случае, если они поражены болезнями, имеют признаки поражения болезнями. Что касается вредителей, то вредители гораздо менее специфичны. Поэтому, если вы видите какие-то галлы, или там завелась моль, или еще какие-то повреждения, может быть повреждения слизистым клещом, в этом случае старайтесь не использовать такие листья для компостирования. То же самое касается и плодовых деревьев, яблони, груши, сливы, вишни и других. Если вы планируете их использовать, например, в защищенном грунте, в качестве мощной мульчи, либо же компостирования, в этом случае нет никакой опасности перехода болезней, которые находились на этих листьях, на ваши огородные растения. Поверьте, расстояния между садом и огородом так невелики, что даже если бы вы убрали полностью эти листья, сожгли, каким-то образом уничтожили, то все равно эти патогены имели бы очень большой шанс перейти на ваши огородные растения. Если бы огородные растения были хозяевами всех этих патогенов, то они также обменивались бы этими болезнями садовыми растениями. Но, к счастью, всего этого не происходит. Поэтому вы можете смело использовать в том числе листья плодовых деревьев для приготовления компоста. Но, опять же, помните, что такие компосты нельзя использовать при посадке плодовых деревьев, потому что какое-то количество патогенов там все-таки может остаться. Правильное использование будущего компоста, а именно перекопка его с почвой, заделка в почву, является важным условием того, что эти патогены в скором времени погибнут, их большая часть погибнет в компосте, и завершится их гибель и очистка компоста от них в обыкновенной почве. Для большей надежности используйте проливы листового и другого компоста такими препаратами, которые содержат сенную палочку, а также триходерму. Кроме того, что они будут уничтожать непосредственно болезни, которые могли оставаться на листьях или даже находятся, если вы их там явно видите, в этом случае они также будут обогащать почву биологически активными веществами, и компост превратится в настоящий биоактивированный субстрат для выращивания всех огородных растений, которые не имеют общих хозяев с теми видами, которые вы заложили в компост. Используйте листья. Конечно, если вы их изымаете из естественных мест произрастания, то в этом случае будьте умеренны в своих аппетитах, поскольку листовой опад формирует то плодородие, которое имеется на землях, леса, парка, ну или каких-то других территориях. Но все-таки использовать его очень и очень надо. В случае мульчирования берите, пожалуйста, листовой опад, мульчируйте, не боясь ничего, и если вы там видите явные признаки заболеваний на этих листьях, также пролейте их прямо сейчас, даже в холодную погоду, и препаратами триходермы, и препаратами сенной палочки. Как только условия наступят благоприятные для функционирования микроорганизмов, полезных микроорганизмов, они тут же примутся за дело и в полной мере уничтожат те патогены, которые могли остаться на листьях. Ну, страховочно, даже на тот случай, если вы просто за это переживаете. А на самом деле, конечно, никакого переноса инфекций с кленов, лип, с листьев дуба и других деревьев на огородные растения быть не может. Что ж, надеюсь, наши советы помогают вам выращивать богатый, хороший урожай, без применения химически синтезированных средств защиты, а только на натуральной основе. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить важные новости. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!